Я был неправ. Не утруждай себя. Я решила больше не спорить с тобой. Я всё поняла. Я больше не позволю тебе играть со мной. Кургут? Кургут, ты слышишь меня? Да, я слышу. Давай встретимся, я повезу тебя к твоей маме. Где ты? Я напишу тебе её адрес, ты приезжай. Эх, глупышка моя. Зачем ты влезла в это? Кургут хочет погубить нас всех. Думаешь, он работает здесь, потому что сильно уважает тебя? Гунуль, ты знаешь, сколько лет прошло, а ты до сих пор не изменилась. Ты до сих пор обвиняешь других в своих ошибках. Что ты несёшь? В том, что я поругалась с журналистами, виноват только Кургут. Теперь это наше общее дело. Делай, что хочешь, но меня не вмешивай. А причиной всему этому послужило то, что ты оставила ребёнка в детском доме. В этом тоже Кургут виноват? Не надо меня одну обвинять во всём этом. Если бы ты не угрожал мне, что убьёшь меня, я бы этого не сделала. Но это никак не оправдывает твоего поступка. Как может мать отказаться от своего ребёнка? Ты недостойна называться матерью. Что ты несёшь? Не смей меня в этом укорять. Ты слышишь меня? Не оскорбляй. Что ты так долго? Джейлан, послушай, ты ошибаешься. Поверь, я не ошибаюсь. Сегодня закончатся наши проблемы. Идём. Я оставлю вас наедине. Пообщайтесь между собой. Дочка, ты что несёшь? Ты обещала привезти мне сына. Этот парень не мой сын. Как? Ладно, госпожа, вы простите нас. Моя жена неправильно поняла вас. Идём, Джейлан. Госпожа Мирвет, но вы искали своего сына. Вы просили госпожу Гунуль найти вашего сына. Джейлан, уходим. Корку, подожди, здесь правда что-то не так. Надо разобраться во всём этом. Госпожа Мирвет, вы ведь работали когда-то у госпожи Гунуль, ведь так? Дочка, уходите отсюда. Я передумала. Забудьте, о чём я говорила. Мне не нужна твоя помощь. Но... Джейлан, хватит, оставь её в покое. Прошу вас, простите нас. Пойдём отсюда. Нет, я не поняла. Эта женщина... Пойдём отсюда. Судя по тому, что ты вернулась, ты всё-таки передумала. Я не смогла, госпожа Гунуль. Я не смогу сама воспитать этого ребёнка. На улице холодно. А денег у меня нет. А он всё время плачет и плачет. А где его отец? А вдруг он будет против? Не будет против. Он даже не знает о его существовании. Я же говорила, что мы познакомились с ним на гастролях. Я возьму этого ребёнка. И воспитаю как своего. А ты поклянись мне всеми святыми. Поклянись сыном своим. Как только ты выйдешь за порог этого дома, ты забудешь обо мне и о своём сыне навсегда. Хорошо. Не слышу. Хорошо, госпожа Гунуль. Клянусь вам сыном, вы никогда больше не увидите меня. Мне хватает того, что мой сын будет сыт и обут. Этого хватает. Только у меня одна просьба к вам. Я назвала его Толгой. Пусть имя останется. Иди ко мне, маленький Толгар. Добро пожаловать домой. Добро пожаловать домой. Куркут. Прости меня. Я подумала... О чём ты подумала, Джейлан? Она ищет своего сына, а ты ищешь маму Куркута. Почему бы мне их вместе не свести, подумала ты. Я прав? Нет, не прав. Очень много совпадений. Каких совпадений, Джейлан? Смотри. Есть письмо дяде Хаке госпожи Гунуль. А потом мы узнаём, что госпожа Гунуль много лет помогала детскому дому, где работал дядя Хаке. А следом появилась женщина по имени Мервет. Она пришла к госпожи Гунуль, чтобы она нашла её сына. Джейлан, не лезь больше в это дело. Ты поняла меня? Но если не ты её сын, то где её сын? Почему она пришла просить помощи у Гунуль? Мы не знаем её. Какая нам разница? Может, её ребёнок давно уже умер. Зря только причинили ей боль. Ну, я же не специально. Что было, то было. Прекратим этот разговор. Я ведь не просил тебя найти мне мою мать. Алло, слушаю. Хорошо. Хорошо, сейчас приеду. Что случилось? Кто это? На работу вызывают. Я отвезу тебя. Асье, где ты ходишь, а? О, я разбудила тебя, сынок. Асье нет? Я как раз собирался выходить. Услышал звонок. Куда ты идёшь? Подышу свежим воздухом. Тебе это не нравится? Полезно заниматься спортом на свежем воздухе. Я выполняю указания доктора. Правильно, но будь осторожен, Толга. Что мне с ним делать? Селим, что за вид у тебя? Ты как будто привидение увидел. Я сейчас покажу тебе, что за привидение. Ты знаешь, что со мной случилось из-за тебя? Меня поймали полицейские. Поймали тебя? Как это случилось? Что ты здесь делаешь? Слушай, чего они хотят? Они просят деньги. Им всё известно. О каких деньгах ты говоришь? Те, которых ты нанял, забрали деньги из дома. Большую сумму. Правда? Если я не отдам им деньги, то они уничтожат меня. Где мне найти этих подонков? Селим, тебе что, не говорили? Они преступники. Они не просто изобьют нас. Они нас в порошок сотрут. Мы же оба погибнем. Ещё и другом называешься. Я прошу у тебя помощи. Помоги мне. Убери руки. Иначе я ударю тебя этим ключом. Хорошо. Тогда я обо всём расскажу полиции. Пропадать так вместе. Если ты не мужик, иди. Пойду. Алло. Брат, это я, Эмре. Кажется, Селим создаст нам большие проблемы. Он хочет пойти в полицию и признаться во всём. Аккуратней. Как это понимать? Эй! Кажется, Селим создаст нам большие проблемы. Конечно, Коркут. Не можешь уступить дорогу? Несмотря на то, что ты вышел поиграть со мной. Ты так смешон, Толга. Что ты несёшь? Не говори загадками. Хотел сказать тебе, что тебе не повезло. Игра не получилась. Теперь ты будешь ждать моей смерти. Тик. Так. Тик. Так. А потом бум! Коркут Али умрёт. Если я умру, то своей смертью. Ты понял меня? Илмаз не смог держать язык за зубами. Мне надо было найти кого-то другого. Вообще-то ты очень изменился. Раньше ты был маменькиным сынком. А сейчас что вытворяешь? Далеко пошёл. Браво. Хорошо. Но... Кое-что осталось по-прежнему. Тебе суждено проиграть. Кстати, ты помнишь? Я говорил тебе, что лишу тебя всего. Машины, дома. Близок уже этот час. Недолго осталось. Ты не сделаешь этого. А кто мне помешает? Ты? Какой красивый город этот Стамбул. Ты всё-таки проболтался ему. Ты всё рассказал Куркуту. Что он тебе дал за это? Ой, парень, успокойся. Опомнись. Я же спас тебя от смерти. И это твоя благодарность? Ты бы спас меня, если бы убил Куркута. Эй, включи свои мозги. Включи свой разум. Подумай. Если бы мне что-то помешало, если бы я попался, то ты бы угодил в тюрьму вместе со мной. А тюрьма для меня, что дом соседа. Войду и выйду. А ты оттуда не выберешься. Твоё несчастное, больное сердце не выдержит таких мук и унижений. Хочешь узнать, почему я рассказал Куркуту? Я обязан ему жизнью. Благодаря тебе я рассчитался с ним за это. Я не люблю быть у кого-то в долгу. Ну, давай. Не хотел тебе говорить. Ладно, всё-таки скажу. Не могу держать в себе. Хочу дать тебе один совет. Не лезь в это. Это дело тебе не по силам. Посмотри на себя. Не мучай себя. Я тебе добра желаю. Понял? Ты понял меня? Что случилось? У тебя болит колено? Вставай, вставай быстрее. Что вам нужно от меня? Что я вам сделала? Передай привет своему брату. Пусть образумится, если дорожит вами. Ты поняла меня, красавица? Что случилось? Они передают тебе привет. Сказали, чтобы ты хорошо подумал. Кто сказал, Эджи? Кто может быть? Те, кто ограбили дом. Они выследили меня. Они ничего не сделали тебе? Они преследовали меня. Хотела сбежать, но не вышло. Скажи мне, они каждый день будут преследовать меня. Тогда лучше, может быть, мне вообще не выходить из дома. Откуда я знаю, Эжи? У меня проблемы. Не знаю, как мне избавиться от них. Если бы был отец, он бы придумал что-нибудь. Некому защитить меня. Что теперь-то сожалеть, болван? Посмотри на меня. Эмине. Послушай, наш главный помощник – это тот диск. Может, дядя Хак и говорил тебе, что было на том диске? Да, я знаю, там что-то важное. Но я ничего не помню. Пытаюсь вспомнить. Прошу тебя, вспомни. Если бы ты вспомнила, то я бы могла быстрее найти вашу маму. Надо же. Ну, что же делать? Ничего не помнит голова. Пустая. Тестра Джейла, хватит. Не мучайте маму. Спросите у моего дяди. Хорошо, Эмине, хватит. Успокойся. Прости меня. Успокойся. Вот и дядя пришел. Он записал диск. Спроси у него. Что случилось? Что вы хотите у меня спросить? Куркут. Я никак не могу вспомнить про тот диск. Если бы я вспомнила, Джейлан нашла бы нашу маму. Джейлан, поговорим наедине. Поговорим. Джейлан, о чем мы с тобой договаривались? Я просил тебя больше не поднимать эту тему. Куркут, что было на том диске? Что ты записал? Я ничего не знаю, ни про какой диск. Не лгим ли. Даже Жанет знает об этом. Мы же договорились, что не будем обманывать друг друга. Ведь так? Хватит, Джейлан. Я устал от твоих вопросов. Я не хочу сейчас морочить этим голову. Хорошо. Тогда ответь мне. Ну что ты тратишь свое время на эту ерунду, Джейлан? А? Вдруг это наши с тобой последние дни вместе? Почему мы не ценим того, что осталось? Вдруг я умру через несколько дней? Не умрешь. Я не допущу этого. Если это моя судьба, ее не изменишь, Джейлан. Проведем в счастье остаток дней. Будь моей женой. Будь рядом со мной. Будь со мной при последнем моем вздохе. Очень прошу тебя. Кургут. Умоляю тебя, расскажи мне все. Почему ты не хочешь найти свою мать? Я не могу ответить на этот вопрос, Джейлан. Нет ответа. Ты поняла? Нет. Но если ты так упрямишься, то не вмешивай меня в это. Я хочу в счастье провести свой остаток жизни. Если не хочешь быть со мной, то не мешай мне. Ты поняла? Ты поймешь, что мне сейчас тоже нелегко. Тяжелее, чем тебе. Тяжелее, чем тебе. Ты... Что ты здесь делаешь? Как ты нашел мой дом? Успокойтесь. Убирайся. Я позвоню в полицию и скажу, что ты преследуешь меня. Не бойтесь меня. Я не причиню вам вреда. Нам надо поговорить. Прошу вас. Сейчас дом согреется. Сырые дровишки не горят. Но если сядем ближе, будет теплее. Красивое фото. Это вы? Не похоже. В молодости я была красива. Это когда мы работали с госпожой Гнур. Нет, я не это имел в виду. Простите меня. У вас есть фотография вашего сына? Нет. Когда вы увидели меня, вы сказали, что я не ваш сын. Откуда вы узнали, если не знаете своего сына? Какое твое дело до моего сына? О чем хотел поговорить со мной? Зачем ты пришел? Ладно. Только отвечайте честно. Вы мать Толги, да? Значит, да. Кто тебе это сказал? От кого ты это узнал? Это неправда. Не переживайте. Только я знаю, что Толга усыновленный ребенок. Джей Лан ничего не знает. Поэтому она считает вас моей матерью. Уходи из моего дома. Мне надо уходить. Я опаздываю на работу. Скажите мне правду, а я помогу вам. Вы что, не хотите обнять своего сына? Он сильно болен. Возможно, что он скоро умрет. О, Всевышний, не говори так. Мне так больно. Я столько лет мечтаю о нем. Я так молилась, чтобы у него все было хорошо в этой жизни. Если хотите, я познакомлю вас с сыном. А это возможно? Ты знаком с Толгой? Кто ты такой? Не важно, кто я такой. Зачем вам это? Я просто хочу справедливости. Хочу, чтобы мать обрела своего сына. Это все, что мне нужно. И у меня к вам один вопрос. Какой? Кто отец Толги? Вы хотите, чтобы я помог вам? Тогда скажите мне, кто отец Толги? Нет, я не могу этого сказать. Убирайся отсюда. Уходи. Я не могу. Уходи. Хорошо. Я пойду. Вот здесь я написал место своей работы и свой сотовый телефон. Если вдруг передумаете, позвоните мне, хорошо? Помните. Вы сможете обрести сына. ВООДУШЕВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА ВООДУШЕВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА ВООДУШЕВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА Выпейте лекарство, госпожа Гональ. Спасибо. Я приготовила вам чай с лимоном. Хорошо, поставь. ВООДУШЕВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА Никак не проходит тошнота. Наверное, из-за волнений. Что мне делать? Я не могу быть спокойной, как ты. Зря ты переживаешь. Все будет хорошо. Ты не останешься сегодня? Пойду подышу свежим воздухом. Я тоже пойду. Уже поздно. Мюрвей, ты прибери здесь все, хорошо? Хорошо, госпожа Гональ. Господин Миндух, что вы делаете? Если госпожа Гональ увидит нас, ты очень красива. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Слушаю тебя, Джей Лан. Куркут, давай встретимся с тобой в парке. В большом парке. Что мы там будем делать? Придешь, увидишь. Джей Лан, скажи, зачем мне туда ехать? Сначала приедь туда. Господин Куркут, вас ожидает один паренек. Кто? Брат вашей жены. Селим. О, Аллах, что ему здесь понадобилось? Хорошо, спасибо. О, Селим. Добро пожаловать. Все в порядке? Что-то случилось? Дядя, у меня большие проблемы. Мне не к кому больше обратиться. Помогите мне. Прошу вас. Хорошо. Успокойся. Ты хочешь сказать, что полицейские требуют поделиться деньгами? Да, все так. Селим, какое ты имеешь отношение к этим деньгам? Все, не бойся. Мы пойдем в полицию. Ты расскажешь им то же самое, что и мне. Хорошо? Тебе нечего бояться. Я не сделаю этого. Почему? Не могу, значит не могу. Забудь о том, что я рассказал тебе. Зря я побеспокоил тебя. Селим. Садись. Пустите, я пойду. Сядь. Мы еще не закончили. Послушай, говори мне только правду. Ты имеешь отношение к этому? Как ты посмел? А? Ты что, с ума сошел? Это же дом госпожи Гунуль. Благодаря ей вы что-то имеете. А если узнает твоя мать? А? Сестра? Сестренка? Как ты посмел пойти на такой гнусный поступок, Селим? Ведь ты должен заботиться о них вместо отца. Мне надо было помочь кое-кому. Хотел отдать эти деньги этому человеку. Хотел, чтобы мы сделали операцию. Я не мог простить себя за то, что он станет инвалидом из-за меня. У меня не было другого выхода. Ты до сих пор не понял меня. Ты даже не понял меня тогда, когда делал мне предложение. Мне нужно что-то сделать, чтобы объяснить тебе. Я не могу сидеть сложа руки и ждать твоей смерти. Ты ничего не знаешь. Каждое утро, когда я провожаю тебя, я молю Бога, чтобы ты вернулся живым. Я молю Бога, чтобы этот день не был последним для тебя. Возможно, ты никогда не испытывал такого страха. Теперь испытаешь. Я ухожу от тебя. Ты ведь не знаешь, что я сейчас чувствую. Ты даже не знаешь, вернусь ли я назад или нет. И будешь переживать, жива ли я или мертва. Увидишь ли ты меня еще раз или нет. У тебя будет много вопросов. Твое сердце будет обливаться кровью. Ты будешь сердиться от того, что ничего не сможешь сделать. И тогда ты поймешь, сколько страданий ты причинил мне, не соглашаясь идти на эту операцию. Ты все поймешь. Прости меня, Куркут. У меня нет другого способа объяснить тебе. Я делаю это, потому что я люблю тебя и не хочу терять тебя. Пойми меня. Я делаю это, потому что я люблю тебя. Селим, ты уже успокоился? Да, мне уже лучше. Теперь слушай меня внимательно. Ты пойдешь домой, но ничего никому не скажешь. Договорились? Да, хорошо. Спасибо большое. Кстати, больше не смей самостоятельно заниматься благотворительностью. Договорились? О, добрый вечер. Что ты здесь делаешь? Семья моей жены живет здесь. Я что, должен спрашивать разрешения? Да, у меня. Я хозяин этого дома. Ты хозяин? Правда? Что-то я сомневаюсь в этом, господин Толга. Кажется, ты забыл, что я тебе говорил недавно. Толга! Разве ты не должен заняться очень важным для тебя делом? Каким? Например, найти свою мать. Ты опять лжешь. У меня только одна мать. Одна. Моя мать Гунулька Ранлы. Говори, говори. Может, если будешь так повторять, все сбудется. Нет. 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 Мама! И здесь нет. Мама! Толга, что случилось? Тебе плохо? Надо вызвать доктора? Мама, не надо никого вызывать. Почему у нас нет ни одной фотографии, где ты беременна? Ты из-за этого звал меня? Да. Ответь на мой вопрос. Почему нет фотографии, где ты беременна? И почему нет фотографии, где я только родился? Что ты хочешь этим сказать, Толга? Отвечай мне. Мы несколько лет назад делали здесь ремонт. Тогда были утеряны какие-то ящики. Некоторые фотоальбомы были в этих ящиках. Это правда? А как еще может быть? Куда ты пошел? Подышу воздухом. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Эминэ! Эминэ, подожди, не бойся! Эминэ! Эминэ, ты не узнала меня? Это я, Кемаль, брат Ахмеда. Эминэ, я дядя Умуда. Эминэ! 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 Джей Лан, глупышка моя, где ты? Джей Лан, ответь мне, где ты ходишь? Абонент недоступен в данный момент, можете оставить сообщение после звукового сигнала Джей Лан, глупышка, где ты? Возьми трубку Джей Лан, только не натвори ничего Может, ты уже слышала? У нас умерла мама Что? Нет Я не слышала об этом Мои соболезнования Благодарю, спасибо Мама завещала кое-что, я приехал выполнить ее просьбу Это теперь ваше Что это? Что здесь внутри? Это последняя просьба мамы, она оставила это на учебу для Умуда Мой недотепа сын немало обижал тебя Мне стыдно просить об этом, но все-таки прости меня Это ее слова Ой, почему же не простить? Простила, конечно, простила Этого слишком много Но я простила, конечно Пусть Аллах благословит ее Она позаботилась о будущем Умуда Прости, нас не было рядом с тобой Не сердись Нет, ты не волнуйся Слава Богу, у нас все хорошо Живем и не жалуемся Алло, Эмине Джей Лан дома? А, нет, разве Джей Лан не с тобой? Алло Госпожа Сия, добрый вечер Джей Лан, случайно не у вас? Я как раз возвращался домой Хотел заехать забрать ее, если она у вас У нее телефон отключен Видимо, зарядка села Нет, сынок, она не приходила к нам Хорошо, я понял Наверное, она уже дома Ладно До свидания Спокойной ночи Хорошо Сегодня немного новостей Из полиции не звонили? У них есть новости? Нет, не звонили Мама Почему ты не сказала, что подозреваешь Куркута? Только он знал про деньги Как я должна была сказать, Джанет? Как сказать? Я что, должна была сказать, что попала в руки мошенников, торгующих органами? А Куркут меня от них спас, и тогда он увидел у меня деньги Какие мошенники? Пока ты лежал в больнице, маме столько пришлось пережить Давайте закончим этот разговор, хорошо? Нет, расскажи мне все, мама Да, Куркут спас меня от них Рядом с ним был этот Элмаз Но я не могу сказать об этом полиции Хорошо, я ничего не скажу про Куркута Но Элмаз, он же преступник Он же не выходит из тюрем За ним все время следит полиция Ты спаслась от одной смерти А что будет, если полиция докопается до истины и возбудит дело? Почему ты скрываешь это? Может, это они украли деньги Откуда ты знаешь? Я не могу Рассказать об Элмазе Если я расскажу о нем, то и Куркут арестуют тоже Приятного аппетита Это неправильно, мама Когда-нибудь ты пожалеешь, что защищаешь этих мерзавцев Говорите, принцесса, слушаю вас Хочу кое-что спросить у тебя Только обещай, что ответишь честно Хорошо, обещаю Вы забрали деньги у моей матери? Я про деньги, которые вы с Куркутом принесли Да нет, я не брал их С чего ты это взяла? Дома говорят об Элмазе Это, наверное, слова слабака Толги Пусть говорит Для меня главное, что ты волнуешься за меня Пусть хоть к смертной казни приговорят меня Мне все равно Главное, что ты переживаешь Что случилось? Почему ты вдруг замолчала? Ничего не можешь сказать И не сможешь Подонок Ладно Приму твои слова за комплимент Отмените на завтра все собрания Хорошо, господин Я пришел просить вас о помощи Что случилось? Мне сейчас очень тяжело Я не знаю, куда идти и что делать Джей Лан Моя жена Оставила мне письмо А сама ушла Я не могу найти ее Где я только не искал ее Как будто сквозь землю провалилась Все, успокойся Не волнуйся Ее телефон отключен Когда-то она уже делала так Хотела покончить с собой Тогда я был рядом с ней А сейчас меня нет Я не нашел ее Неудивительно, если она еще раз повторит это Не волнуйся Мы найдем ее Субтитры сделал DimaTorzok Ну что вы, начальник Если вы нам найдете девушку Мы в долгу не останемся Хорошо, сейчас вышлем ее фотографию Конечно, есть телефон Но он отключен Ну, если включит Понял Хорошо, начальник Спасибо большое Да, спасибо До свидания Они найдут ее? Разошлют ее фото Было бы хорошо Если бы она включила телефон Мы найдем ее Я найду тебе, Джейлан Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому У вас три непрочитанных сообщения Первое сообщение Джейлан, глупышка, где ты? Ответь мне Джейлан, только не натвори глупостей Есть новости, начальник Где она? Правда? Спасибо Я в долгу перед вами Спасибо Где она? В Шиле Оттуда поступил сигнал ее телефона Ох, госпожа Гонноль Не надо было беспокоиться Я бы сама принесла Ничего страшного, ты и так еле ходишь Осие Я хочу сказать тебе, если ты хочешь отдохнуть, то можешь взять отпуск Спасибо, но сейчас я в порядке Работа отвлекает меня от мыслей Хорошо, как хочешь А, госпожа Гонноль Недавно сюда приходила Мюрвет Вы знали? Знали об этом? Мюрвет? Что она хотела? Что она сказала? Она говорила с Джейлан Джейлан открыла ей двери Она сказала вам, что одна женщина спрашивает вас, но вы ответили, что не можете принять А, да Так она говорила, что ей тяжело, что у нее безвыходное положение и просила помощи у вас Видно, ей совсем трудно сейчас Я поняла Я возьму этого ребенка И воспитаю как своего А ты поклянись мне всеми святыми Поклянись сыном своим Как только ты выйдешь за порог этого дома, ты забудешь обо мне и своем сыне навсегда Хорошо, госпожа Гонноль Я клянусь своим сыном, что вы больше никогда не увидите меня Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Где они все ходят? Где Джейлан Али? В какой она комнате? Я ее муж Сейчас посмотрю Давай быстрее Комната номер один 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 Ты так напугала меня, Джей Лан. Я испугался, что с тобой может что-то случиться. Что я могу не успеть. Теперь ты понял, в каком я состоянии? Я каждый божий день боюсь за тебя. Страшнее смерти, да? Подумай, каково каждый день быть в таком состоянии? Сегодня, завтра, послезавтра. Сегодня я легко нашлась. А если в другой раз ты не найдешь меня? Или найдешь, когда уже будет поздно? Джей Лан, не смей больше так пугать меня. Умоляю. Хорошо, тогда и ты дай согласие на операцию. Хорошо. Я согласен. Я сделаю операцию. Скажи это еще раз. Я обещаю. Смотри, не передумай. Обещаю, глупышка. Я сделаю операцию. Спасибо. А ты никогда больше не снимай. Это кольцо со своего пальца. Иначе ты сильно обидишь меня. Не бойся. Я всегда извлечу твое сердце от обиды. Надеюсь, все в порядке. Кто это может быть? Я иду. Я иду. Я иду. Я иду. Я иду. Девушки отдыхают Сегодня мне некогда Есть одно незаконченное дело Я должен ехать по делам Курку, ты обещал мне Хорошо Еще раз обещаю тебе, глупышка Слово джентльмена Ты же обещала, что никогда не потревожишь нас, Мурвет Ты же обещала Я сдержала обещание Я хотя бы раз приходила к тебе за эти 27 лет А что теперь случилось? Почему ты приходила ко мне в дом? А, поняла Тебе понадобились деньги, да? Хорошо, я их дам Мне не нужны твои деньги Главное для меня, чтобы мой сын был здоров Толга очень серьезно болен А я так и не смогла ни разу обнять его Прижать груди Ты даже не пытаешься его спасти Ты ничего не делаешь ради него Почему ты так говоришь, Мурвет? Я... Если у тебя не получается, попрошу помощи у его отца У его отца? Ты же говорила, что не общаешься с ним Ты же говорила, что его отец не знает о нем Пришло время рассказать ему Кто он? Кто его отец? Я не скажу Никогда не скажу тебе Скажешь? Убирайся Оставь меня в покое Хорошо Пусть будет по-твоему Не будем тянуть Сколько ты хочешь Видно, что тебе не хватает денег Я дам, сколько ты пожелаешь Но ты уедешь отсюда навсегда Договорились? Ты до сих пор не поняла Мне не нужны твои деньги И никогда не были нужны Мурвет Ты посмотри на свой дом Хочешь в таком виде встретить Толгу? Ты что, вообще не думаешь о сыне? Послушай, он знаменитый человек Он звезда У него друзья, поклонники Он все время на виду у журналистов Ты... Ты испортишь ему жизнь Как ты не понимаешь этого, Мурвет? Ты не изменилась Ты только и думаешь о славе О деньгах, о сплетнях Твой сын умирает, госпожа Гунуль Ты можешь потерять его А ты этого и не видишь Никто не узнает о том, чего мне стоило пережить ради него Даже ты не узнаешь этого Понятно? Я его мать Не ты Он мой сын Он создан из моей плоти Он мой сын О, Аллах Кто это пришел с утра? Я открою Сиди, я сама открою Выпейте свой чай Слушаю вас Нам надо поговорить с вашим сыном Что? Вы... Как вы вошли сюда? Дверь наверху была открыта Вас обокрали, госпожа А вы до сих пор не запираете все двери Я... Дочь ходила выбрасывать мусор Видно, забыла закрыть за собой Хорошо Ваш сын дома? Пригласите его Пришли полицейские Что будем делать, если они узнают о твоей причастности и посадят тебя? В день кражи мы сняли отпечатки следов обуви Селим, дорогой Принеси-ка свою обувь Мы хотим сравнить их с этими образцами Боже мой Да мы работаем в этом доме Тут же везде наши следы А как же им не быть? Зачем вы сравниваете их? Не надо сердиться на нас, госпожа Мы выполняем свою работу Ну-ка вставай и принеси обувь А если я не смогу? Если я не выполню вашу просьбу? Почему это ты не выполнишь? Может нам зарезать тебя? Может зарезать? Брат, не трогай меня Знаешь, что ты сделаешь? Ты уничтожишь всю его семью Если он не принесет нам денег Ты убьешь и его мать, и его сестер Ты понял меня, мерзавец? Я даю тебе 48 часов времени Ты принесешь мне деньги А если нет? 48 часов прошли, госпожа Мы всю жизнь боремся с обманщиками и преступниками Надо принести только одну обувь Селин, давай быстрее Куда ты запропастился? Слушай, зря ты пугаешь мамочку Ноги у тебя маленькие Не сходятся с отпечатками Простите нас, госпожа Простите за беспокойство Тебе дали еще один день, малявка Договорились? Что он прошептал тебе на ухо? Ничего не прошептал Селин, я же видела, что он сказал тебе что-то Ничего он не сказал, мама Попросил прощения, что побеспокоил нас И все Я пойду, уберусь во дворе Ты не поздно вернешься вечером? Нет, я ненадолго Хорошо Придешь поужинаешь и ляжешь спать Завтра рано вставать В больницу надо идти натощак Так говоришь, как будто мне завтра сделают операцию Все равно они будут брать анализы А потом уже назначат день операции Конечно, эта операция не бесплатная Наверное, мешок денег попросят Коркут Мы придумаем что-нибудь Ты не думай об этом Мы сделаем операцию Хорошо Хорошо Слышу, дядя Куркут Алло, Селим Через два часа приезжай в бильярдный клуб Хорошо? Хорошо, приеду Все в порядке? У тебя голос какой-то странный Полицейские приходили Что говорят? Ничего Дали мне еще один день Ладно, не переживай Все будет хорошо Прокурору уже сказали Ты приезжай в бильярдный клуб Надеюсь, они Ничего не сделают с мамой СЖ Как вы думаете? Нет, думаешь, это так легко? Ты, главное, не опаздывай Хорошо? Да, я буду вовремя Молодец Мы решим эту проблему Не волнуйся Дядя Я никогда не забуду Ваше добро Пришла ответить тебе на твой вопрос Я сейчас тороплюсь Потом скажете Подожди Я молчала долгих 27 лет Больше не могу Хорошо, говорите Итак, кто отец Толги? Отец моего сына Наверху Человек, который владеет Этим высотным зданием Это Твой начальник Что вы несете? Это Мемдухсаин? Да Значит, Толга Мой брат Куда ты пошел? Ты же обещал помочь мне Может, мне ударить тебя? Ударь Я пришел к тебе порадоваться за свое счастье и сказать, что все по-моему Послушай Слушай меня внимательно Если тебе перестанет вести, вини в этом меня Ты понял меня? Вини меня, когда потеряешь свой дом Свою машину Договорились? Хорошо, попробуй забрать у меня Я буду винить тебя Что тебе нужно здесь? Я пришел в дом своего отца Какое твое дело? Ты жалок Ты до сих пор считаешь его своим отцом Пойми, он не хочет быть твоим отцом Уйди с дороги Ты усыновленный Ты лжешь Это правда Гунуль Каранлы не твоя мать Уйди с дороги А почему ты думаешь, она не говорит, кто твой отец? Гунуль Каранлы моя мать Сначала она сказала, что это мемдух Чтобы ты Не копался в ее прошлом Гунуль Каранлы моя мать Она усыновила тебя вместо брошенного ею ребенка Чтобы ее не мучила совесть Гунуль Каранлы моя мать 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 Гунарл Гунарл куда ты пошел будем играть я буду капитаном почему потому что я старший старший среди всех и старше тебя он мой брат никто не будет иметь отношение к моим делам даже мой брат а а а а а а Как ты вошел сюда? Эта жизнь не твоя жизнь. Это всего лишь твой сон. Все кончено. Гунуль Каранлы не твоя мать. Нет. 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 Тебе приснился кошмар? Я каждое утро просыпаюсь в ужасе. Я вижу, что как будто правда открылась, и я осталась одна. Я в муках просыпаюсь каждую ночь. Я ничего не боюсь. У нас разные ситуации. Толгай, я же не дура. Никто лучше меня тебя сейчас не понимает. Мы оба знаем правду друг о друге. И Куркут тоже знает. Поэтому козырь сейчас в руках Куркута. Он в любой момент может разрушить наши жизни. Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь обо мне? Куркут сказал? Сама догадалась. Не думай об этом. Это не так важно. Что будем делать с Куркутом? А что делать? Будем молча ждать его смерти. А ты не боишься, что он расскажет правду всем, прежде чем умрет? Боюсь. Толга. Если мы с тобой объединимся, мы сможем вместе избавиться от Куркута. Не смотри так. Я знаю, о чем ты подумал. Слушаю. Хорошо. Сейчас буду. Я знаю, о чем ты думал. 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 я пришел с ног а я достал это из сундука это принадлежало моей маме я просила принести белого цвета ты принес красный какая разница кто-то будет смотреть на цвет даже если заметит брат алмаз любит ярко красный цвет откуда ты знаешь он же такой сентиментальный у него очень доброе сердце ладно хватит перестань вот это да столько свечек здесь умеете создавать красоту сноха салих ты можешь идти ты мне уже на нервы действуешь заладил сноха да сноха слышишь простите сноха сам не заметил но всевышний а 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 мы а а а а как смотришь может сыграем партеいく нет а Тогда иди, играй в другую игру. Ты в порядке, Селим? Да, дядя. Послушай, мы никак не можем поймать этих полицейских. Даже стыдно, но у нас нет доказательств. Они позорят всех наших ребят, мы готовы их наказать. И как мы будем ловить их? Внезапностью. В этой сумке лежат деньги. Селим позвонит им и назначит встречу. Там он отдаст эти деньги этим двум полицейским. И в этот момент начинаем работать мы. Ты готов? Давай, звони им. Слушаю. Это я. Кто? Я, Селим. Говори. Брат, я нашел деньги. Какие еще деньги, идиот? Выключи телефон. Выключи. Брат, они все поняли. Теперь они убьют меня. Все, не бойся. Они сделали это, чтобы обезопасить себя. Мне пришло сообщение от них. Назначили место встречи. Сказали, чтобы я через час приехал в кафе для водителей грузовиков. Немедленно возьмите это и готовьтесь к операции. Деньги я отнесу сам. Скажу, что я брат Селима. Нельзя его одного отправлять туда. Нет. Я сам виноват во всем этом и сам пойду к ним. А потом, если с тобой что-нибудь случится, сестра все равно не оставит меня в живых. Вы не волнуйтесь за него. Мы же будем рядом с Селимом. Там будет очень много полицейских. Не бойтесь. Главное, не подавать виду. Все хорошо. Сегодня все закончится. Красавица, зачем ты пригласила меня сюда? Я так хорошо лежал, отдыхал дома, смотрел сериал. Как холодно. Салих, это я. Включи здесь свет. Не включай. Браво. Я пришел к Жанетте. Заходи же. Что тут происходит? Я ничего не понимаю. Я пришла сказать тебе спасибо. Спасибо? За что? Ты не дал мне почувствовать себя одинокой. Садись. Отец моего сына наверху. Человек, который владеет этим высотным зданием. Твой начальник. Все в порядке? Вы выглядите взволнованным. Нет, все в порядке. Не волнуйтесь. О, Джей Лан. Мама, у меня прекрасная новость для тебя. Что случилось? Куакут согласился на операцию. Я убедила его. Слава Аллаху. Как хорошо. Замерзнешь. Пойдем в дом. Давай, заходи скорее. Он все испортит. Не испортит, не волнуйся. Нет, он выдаст тебя. Мы можем потерять парня. Останови эту операцию. Успокойся. Если ты вмешаешься, здесь начнется кровопролитие. Я не остановлю операцию. Я должен поймать этих мерзавцев и посадить в тюрьму. Слава Аллаху. Неужели хоть одна хорошая новость? Если бы Токсин услышал эту новость, он ушел с тяжелым грузом на сердце. Я знаю, он сильно переживал за меня. Дочка, а у вас есть деньги? На что будете делать операцию? Мама, ты не поверишь, если расскажу. Нам повезло. У нас есть деньги. Но это деньги Эмине. Мы будем работать и отдадим ей их. Будете здоровы. Деньги найдутся. Пусть Куркут поправится. Главное, чтобы операция прошла удачно. Больше ничего не нужно. Мама, молись за нас, хорошо? А о чем мне еще молиться, доченька? Все в порядке? Что это за операция? Куркут согласился на операцию. Даст Бог избавимся от этой пули. Правда? Значит, ему захотелось жить? Да, я убедила его. Завтра назначим день операции. Я очень рад за тебя. Если бы ты приготовила это сама, было бы еще вкуснее. Я торопилась. Если бы успела, то приготовила бы. Торопилась, говоришь? А, понятно. Я только понял. Тебе что-то нужно от меня, я прав. Я был бы удивлен, если бы это было не так. Да, я же Элмаз. Никто ничего не делает для меня просто так. Хоть плохое, хоть хорошее. Слушаю. Делай, что хочешь, но уговори его. Что случилось? Куркуту захотелось жить дальше. Он ложится на операцию. Хорошо, я не задержусь. Это мама. Не уги мне. Говори все как есть. Что тебе нужно? Говори. Романтика – это, конечно, хорошо. Много я видел таких фильмов, но все-таки... Ты на все готов ради меня? Например? Помнишь, ты когда-то спрашивал, не желаю ли я смерти Куркуту? Я желаю его смерти. Я хочу избавиться от него. Ты поможешь? Ты сможешь это сделать? Не бойся. Ни один волосок не упадет с твоей головы. Не бойся. Начинается. Ты молодец, что понял нас. Молодец. Я проголодался. Повар! Приготовь мне плова. Мне то же самое. Ты тоже хочешь есть? Будешь есть? Здесь вкусно готовят. Попробуй. Нет. Давайте закончим с этим делом. Поспешишь, людей насмешишь? Мы можем посидеть, пообщаться. Давай сначала перекусим хорошенько. Потом поедем с тобой в одно место. Брата, деньги все здесь. Забирайте деньги и оставьте меня в покое. Ради бога, пусть это все закончится. Эй, ты на кого там смотришь? Ты своими куриными мозгами решил устроить нам западню? Вставай. Эй, отпустите парня. Стой, 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 стой. А ну-ка бросайте оружие, а то я убью его. Сдавайтесь. Вам некуда бежать, вы окружены. Я сказал бросайте оружие, я не шучу. Так тут целая толпа, а? Они устроили нам засаду. Бросайте оружие, вам некуда идти. Что тебе сделать? Самолет вызвать для тебя, подонок, а? Не слийте меня, мерзавцы. Отстаньте от меня. Уйди. Освободи место. Уходи. Уйди с дороги, говорю. Ты возьми деньги, быстрее. Дядя, спасите меня. Дядя Куркут, спасите меня. Эй, послушай. Если ты причинишь боль этому парню, я собственноручно убью тебя. Тебе не жить. Не подходите ко мне. Бросайте оружие. Убирайтесь. Идем. Подонки, отпустите парня. Стой, стой, подожди. Эй, я к вам обращаюсь. Я сказал отпустите его. Не подходите. Бросайте оружие. Отойдите все назад. Не подходите. Стой, что ты делаешь? Ложись на землю, ложись. Селим, оставайся там. Не выходи, спрячься. Ты не сможешь нас продать. Селим. Селим. Бросай оружие. Бросай. На землю. На землю. Селим. 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 Селим.